На восточное побережье Америки упала снежная бомба. Так уже прозвали циклон, накрывший огромную территорию от Флориды до Канады, где проживает 58 миллионов человек. Число погибших от обморожений в результате аварии приближается к 20. Почти 150 тысяч человек остаются без света. Ветер, скорость которого достигала 110 километров в час, оборвал линии электропередачи. Самая сложная ситуация в штате Массачусетс. Снимок пожарного Бобби Лемона в шлеме, покрытом толстой коркой льда, как символ этого природного бедствия. Мы стараемся оставаться дома и не выходить на улицу. Набрали продуктов на неделю и теперь покидаем дом, только чтобы погулять с собакой. Особенно тяжело тем, кто живет на побережье. На него обрушился шторм, какого не видели там с 1921 года. Да, океанские волны выплескиваются на улицы городов, провоцируя наводнения. Реки выходят из берегов. Вот ледяным потоком уносит огромный мусорный контейнер. В городке Хал автомобили буквально вмерзли в разлившуюся воду, быстро покрывшуюся коркой льда. А эта девушка из Бостона решила бросить вызов стихии на своем каяке. Власти штата и города Нью-Йорк ввели режим чрезвычайной ситуации. С перебоями работали надземные линии метро. На улице вышла снегоуборочная техника, но водители на летней резине, зимнюю тут не ставят, все равно буксуют в сугробах. В трех крупнейших аэропортах агломерации имени Джона Кеннеди, Ла Гвардия и Нью-Йорк отменили 4000 авиарейсов. Десятки тысяч пассажиров часами ожидали вылета. Наш рейс одержан, и мы не уверены, что улетим отсюда в ближайшее время. От циклона страдают не только люди, но и животные. В канадской провинции Нью-Фаунленд спасли лося, оказавшегося в снежной ловушке. А это Флорида, где из-за температуры, опустившейся до экстремальных для этих южных мест 7 градусов тепла, начался настоящий игуанопад. Замерзшие ящерицы сваливаются с веток прямо под ноги прохожим и под колеса машин. Пока присмыкающиеся в состоянии анабиоза. Но вот выдерживать непривычный холод теплолюбивые рептилии могут максимум двое суток.